Ребят, всем большой привет! Давайте сегодня поболтаем. Я хочу открыть такую рубрику, где буду рассказывать вам свои дела, проблемы, что у меня происходит в жизни. То есть как бы влог, но перед камерой. И я хотела попросить, чтобы вы мне придумали какое-то название, помогли в этом, скажем так, потому что все клёвые названия, которые мне действительно нравятся, они уже заняты другими блогерами. И если я возьму какое-то, мне кажется, это будет какой-то плагиат. Я буду с вами болтать с чаем или с какими-то другими горячительными напитками, но в этом случае чай, потому что, думаю, очень холодно. Я вот закуталась в тёплый-тёплый свитер, у меня на ногах домашние тёплые штаники, и поэтому рядом со мной очень тёплое домашнее животное бегает. И вообще компания такая довольно приятная, так что давайте расскажу вам о своих новостях. Ну, во-первых, самое значимое пока на данный момент я закрыла сессию, наконец-то. Не в плане того, что это было сложно, просто в плане времени это очень долго. Видео, в котором я вам рассказывала про технику, скажем так, учёбы и как правильно, успешно сдать сессию, на моём случае она сыграла, потому что я получила все автоматы. Это касается не только зачётов, но и экзаменов. Я приходила просто зачёткой, клала и уходила. Конечно, выбирать вам, что вам лучше. Полгода вообще не учиться, не приходить на пары, у вас полгода времени свободного, делайте, что хотите. И потом вы будете просто запариваться с этим. Дело ваше, я выбрала такой способ. Тут у меня давеча произошёл какой-то бзик. Я, наверное, ну как давеча, с лета где-то, я начала кардинально менять свою жизнь в плане перестановки. Не знаю, с чем это связано. Я начала всё в комнате вот так воротить. Мне настолько надоело вот, как бы вам объяснить то состояние, когда ты постоянно живёшь в одном месте. Я очень завидую тем, кто постоянно переезжает. Вот как бы, может быть, странно ни казалось, для них, возможно, это вообще ужас и крах, потому что постоянные коробки, привыкание, акклиматизация. Не знаю, для меня вот это вот, если бы я могла, если бы там с работы было как-то связано, или просто так вот сложилось бы, я бы с удовольствием переезжала из одного в город, а в другое. Или из одной стороны в другую. Мне интересно по-разному жить. Потому что, когда ты живёшь в одной и той же квартире, в одном и том же районе, в городе, в комнате, в конце концов, это так надоедает, вот эта рутина. И как бы ты её не разбавлял, всё равно ты ходишь в университет по одной дороге, ты ходишь в магазин по одной дороге, ты едешь на одних и тех же маршрутках, ты делаешь одно и то же постоянно, ты приходишь домой, у тебя всё то же самое, ты делаешь, ну, как бы вот это надоедает. И когда я, например, езжу куда-то летом отдыхать, я чувствую вообще себя иначе, потому что там другая квартира, например, там, или там это гостиница, неважно, это другая местность, тебе интересно из неё выходить и идти вот. То есть я говорила, что я очень замороченный человек по своему плану, и вот это ощущение мне намного приятнее, когда вот ты выходишь, и у тебя неизвестное что-то перед глазами, то, что, ну, то, к чему нужно привыкать. И ты выходишь, и ты идёшь куда-то гуляешь, куда-то едешь, потом возвращаешься в эту квартиру, это не первый этаж, который тебе 20 лет уже заморочил, а тебе, допустим, 15 этаж, тебе нужно подняться, увидеть красивейший просто вид из окна, потому что вид с первого этажа, это ни о чём. Что про перестановку? Мне хочется хотя бы, пока я не могу сделать того, что я хочу, я могу свою маленькую, свой маленький мирок как-то регулировать, поэтому я хочу в своей комнате хоть что-то менять. Я переставила полностью вообще, ну, диаметрально противоположную, во-первых, кровать со столом, во-вторых, я в скором времени приобрету другой стол, потому что, когда я училась в школе, то были актуальны, знаете, вот эти огромные столы с огромными ящиками, шкафчиками, и это не то, что было актуально, это было очень удобно, потому что очень много было учебников, каких-то папок, тетрадок. Сейчас, когда я учусь в институте, мне половины не нужно, у меня огромный вот этот стол с огромными шкафчиками, и я просто, ну, как бы, они же не будут пустовать, я их забиваю, естественно. Но если бы у меня этого не было, я половину выкинула. Ещё одна тема, которую я хотела бы затронуть, вообще странная. Если честно, я вообще не ожидала, что на моём канале поднимется такая тема. Как я отношусь к вегетарианству? Почему я не отказываюсь от мяса, мой вес, мой рост? И вот в этом всё ключи. Я вообще не понимаю смысла, точнее, связи между весом, ростом и вегетарианством, как это может быть связано. То есть люди думают, что если ты начинаешь, если ты становишься вегетарианцем, то ты худеешь, или ты начинаешь формы какие-то приобретать. По-моему, это вообще бред. Я не вегетарианка, и я не собираюсь ей становиться. Это вот прям точно, это не изменится с годами, я совершенно в этом уверена, потому что я люблю мясо, и я не могу от него отказаться. Моё состояние, мой организм требует этого. Я не могу отказаться от мяса, если я его хочу. Некоторые отказываются от молока, например, или от мяса, потому что смотрят какие-то видеоролики, где говорят, как это всё делают, как зарезают. Ребят, поверьте, мои корни, они деревенские. Я каждый год в течение, не знаю, скольких, 15 лет ездила в деревню, и видела прекрасно, как зарезают барана, как овечек режут. Я видела это своими глазами. И я всё равно не могу отказаться от этого. То есть, да, мне их жалко, но я что могу поделать? Мне нужно мясо, я хочу кушать мясо. Это не звучит как-то по-жестокому. Это ни в коем случае это какое-то, знаете, такое придятое отношение к животным. Якобы я сейчас пойду, возьму своего кота, разожгу огонь, ни на палочках его подогрею, поджарю. Я не могу отказаться от мяса только потому, что я начинаю худеть. Это не только моя любовь к мясу. Это просто так заложено физически, что я не могу начать правильно питаться. Я, в принципе, могу, но отказаться вот от мяса я не могу. Мне, чтобы поправиться, мне нужно много-много-много-много-много кушать. Очень много кушать. И чтобы у меня пища была не просто вот такая вот сухая, скажем так, в плане салатов, а у меня чтобы было мясо, у меня был белок, были яйца обязательно. И последнее, о чем я хотела поговорить, связанное с предыдущей темой, я как раз вспомнила. Огромное количество комментариев под многими видеороликами о том, что я анорексичка. Причем люди настолько ленивы и настолько безалаберны, что они даже слова анорексичка пишут через ошибки. Люди, которые даже это слово пишут неправильно, как они могут знать, я анорексичка или нет? Не зная меня вживую, не видя меня вживую, просто по фотографиям и как-то вот, видя, какое у меня лицо в видео, ну, ребят, ну я такая, какая я есть, я не анорексичка, нет, нет! Вы знаете, что такое анорексия? Очень большой стереотип неправильный. Анорексия это не худоба, это болезнь, которая включает в себя первое и самое важное. Не хотение кушать. У вас нет аппетита вообще, совсем, напрочь. Вот это анорексия. Просто потом, посредством того, что ты не хочешь кушать, ты худеешь, и ты знаешь, что ты очень худым. Но главная причина анорексии это нехватка еды, человек не хочет кушать. Посмотрите, очень много программ по телевизору и в интернете огромное количество, где анорексички приходят в программы, рассказывают. Да, они были обычными девушками, увидели какую-то модель, начали худеть, они отказались от еды, а потом они вообще не хотят кушать. Они дошли до такого момента, до истощения организма, у них желудок вообще, наверное, вот такой вот стал маленький, и у них еда просто не лезет. Они смотрят и не хотят кушать. Вот они и живут, они не поправляются, потому что они не хотят кушать. Анорексия это не худоба, это отсутствие аппетита. Люди некомпетентны в этом, и они не хотят быть в этом компетентны, они не хотят что-то узнать новое. Они вот просто увидели, что человек худой, и первое, что у них возникает, потому что так показывают нам людей, болеющих анорексией. Анорексия и вот худой человек стоит. Вы посмотрите фотографии, это же страх полнейший. Люди, у которых кости обтянутой кожи, коленные чашечки, и дальше кость обтянутая. Люди, у меня есть мясо, поверьте, у меня есть мясо. У меня нормальные коленки, у меня нормальные ляжки. Как говорится, мои всегда со мной, а те, кто случайно заходит на мой канал, случайно натыкается не на этот ролик, а на какой-то другой, где я слишком худенькая, они, естественно, не знают про то, что я сейчас разглагольствую, и могут спокойно написать мне комментарий, что я анорексичка. Очень многие пишут, почему ты такая худая, тебе нужно поправиться, и все их поддерживают лайками, лайками, огромное количество лайков наберет эти комментарии. Я бы не против сама была прибавить себе парочку килограммов, но я этого сделать не могу. Вот верите, не верите, мечта многих девушек, я ем и не толстею. Аллилуйя. Причем, знаете, чаще всего про то, что я такая худая, говорят полненькие. Никого не хочу обидеть, но вам, блин, не все равно. Со стороны окружающих, конечно, такие вопросы слушать немного странно. В общем, да, очень долго я наговорила, думаю, я еще на монтаже офигею, потому что, в общем, мне придется очень долго редактировать. Надеюсь, что я донесла до вас какие-то свои эмоции положительные, потому что я сегодня в отличном настроении, чтобы вы узнали, что со мной происходит в последнее время. Так что обязательно напишите в комментариях, как у вас дела, что у вас новенькое произошло, что такое в последнее время, вот с нового года прям ух ты, такого не было, или прям что вас удивило очень сильно. Ну, я буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр. Всех целую. Пока.